всем привет меня зовут максим это проект дачка на прокачку в рамках канала компании альтфлора в прошлых выпусках я познакомил вас с новым участком попавшим в наши руки с планами по его освоению показал планировку будущей бани и начала работ подготовительных на этом участке в этом выпуске расскажу о выборе технологии строительства бани и материалов для ее постройки как обычно ждем от вас советов рекомендаций и конструктивной критики напомню что баню решили делать размером 10 на 6 метров одноэтажную с пристройкой по длинной стороне то есть 10 метровый шириной 2 или два с половины метра пока мы решили остановиться на каркасном строении обшитом осп на свайно-винтовом фундаменте чем продиктован такой выбор ну начну с фундамента свайно-винтовой фундамент наиболее быстро возводимый и достаточно недорогой по сравнению со многими другими типами фундаментов и для одноэтажного легкого строения мне кажется это самый раз что касается всяких недостатков свайно-винтового фундамента типа продуваемости пространства под полом сложности отделки цоколя и того что строение может шататься во время каких-то массовых дискотек ну нас все эти недостатки в данном случае не очень напугали и кстати говоря свайно-винтовой сваи будут делать рабочие это единственная работа которую под по строительству которую мы намерены доверить другим лицам так все-таки будет намного быстрее теперь по поводу каркасной технологии данная технология позволяет с максимальной скоростью своими руками с понимали с минимальными затратами возвести строение на участке под нее не нужно никакого слишком сложного фундамента вот подходит и свайно-винтовой и я считаю что для наших задач то есть строительство нежилого помещения для развлечений сезонного использования это самое оно все прочие технологии типа монолита бетона там кирпича газоблоков пеноблоков бруса бревна клееного бруса это конечно красивее надежнее но все эти технологии слишком дорогие и достаточно сложные для осуществления своими руками и мы пожалуй будем рассматривать их когда приступим к строительству уже основного жилого дома а для нашей каркасной а для нашей бани каркасная технология в самый раз они достатках каркасных строений мы тоже хорошо знаем это и плохая шумоизоляция стены перекрытий и вероятность того что в стенах в утеплителе поселится мыши и не экологичность связано с тем что осп состоят из опилок и клея утеплитель якобы его волокна могут разлетаться по строению отравляя нам жизнь ну и то что каркасный дом любой это термос вот обо всем этом мы хорошо знаем осведомлены но в принципе нас это все опять же не напугало поясню почему что касается шумоизоляции то для бани и бильярда шум это не очень страшно что касается термоса то никакой дополнительной вентиляции все таки решили не делать это слишком дорого в случае чего откроем окошки так как все-таки помещение повторюсь не жилое для такого временного использования для развлечений я думаю никакой катастрофы в этом термосе нет относительно мышей все детство провел на даче в домиках таких же каркасных сделанных вообще из ящиков из подручных материалов и мыши практически никогда не беспокоили так что это эту проблему считаю достаточно надуманной ну и наконец по поводу экологичности утеплителя и осп ну в москве мы проводим гораздо больше времени чем за городом и там гораздо больше всяких опасностей выделений чем от осп и утеплителя ничего живые здоровые чего и вам желаем что касается обшивки каркаса осп или usb как еще называют листами то эту технологию опять же выбрали за скорость и простоту да конечно есть определенные недостатки у нее но главное достоинство что можно отказаться от установки укосин и дополнительных ригелей которые встраивание которых стены отнимает довольно много времени и сил да конечно придется потратиться потратить больше времени на проектирование чтобы подогнать все стойки в каркасе под размер стандартный успел листов но все-таки сидеть за компом или за листом бумаги с ручкой гораздо проще чем потом возводить строение и вставлять те же укосины также нужно будет заранее заготовить максимум деталей чтобы быстро возвести строение под крышу и usb на полу и на стенах не успела до этого момента размокнуть под дождем ну к этому мы тоже готовимся тщательно опять же продумываем проект невлагостойкость usb это конечно серьезный недостаток но во первых в самой парилке естественного из usb мы ничего обивать не будем там будет будут использоваться другие отделочные материалы ну что касается usb снаружи то первое время мы планируем просто его покрасить чтобы защитить от влаги специальной краской а потом как только появится деньги время и силы сделать более красивую наружную отделку внутри тоже стены пока останутся из usb год-два мы переживем с такими некрасивыми а дальше я думаю сможем все это отделать чем-то за где-то заклеить обоями где-то плиткой и будет очень красиво что касается выбора материала для строительства то тут возникло много проблем споров серьезных до сих пор не пришли каким-то окончательным решением но пока план такой на кровлю постелем андулин материал недорогой привычный нам возвели уже ни одно строение под такой кровлей думали в процессе обсуждения даже надо мягкой кровлей но все-таки слишком дорогие это материалы для отделки обычной каркасной бани и поэтому вот пока остановились на андулине теперь мать по поводу материала для стен тут все намного сложнее ну толщину стен определили довольно быстро 100 наружных это 150 миллиметров внутри несущая стена тоже будет 150 миллиметров стены перекрытие межкомнатные это в основном 100 миллиметров и где-то даже оставим 50 миллиметров чтобы не отнимать лишнего пространства поэтому соответственно нам понадобится для строительства доски 200 на 50 150 на 50 и 100 на 50 ну и где-то брусок 50 на 50 вот такой основной материал главный вопрос в том какого качества это должен быть материал тоже смотрели много видео изучали различные статьи по строительству каркасных домов одни настаивают на использование обязательно сухой строганой доски другие утверждают что можно строить подобные дома из доски естественной влажности что касается доски естественной влажности то есть ней могут возникнуть проблемы связанные с усушкой уже после того как возведен каркас и с тем что может появляться плесень как на самой доске так и на утеплителе который впитает из нее излишнюю влагу тут казалось бы выход использования сухой доски но она во первых в четыре раза дороже чем доска естественной влажности во вторых имеет другие нестандартные размеры поскольку она уже обработана под нее нужно создавать отдельный проект и наконец далеко не факт что это доска которую кстати еще достаточно сложно найти она гораздо реже продается будет действительно хорошо высушена и иметь идеальную геометрию кроме того некоторые утверждают что в процессе хранения она опять же может напитаться влагой и и ничем особенно не будет отличаться от доски естественной влажности вот по всем этим причинам пока решили остановиться на строительстве дома из доски естественной влажности для того чтобы предотвратить максимально сократить риски связанные вот со строительством из этого материала мы будем пропитывать ее антисептиком и сушить на солнце на воздухе в естественных условиях такой вот в итоге получился план строительства будущей бани выбрана такая технология такие материалы ждем от вас каких-то комментариев подсказок может быть что-то полезное какие-то полезные корректировки вы в наш план что-то подскажете из своего опыта сейчас еще ломаем голову на тем как сделать пристройку открытую веранду делать ли под нее какой-то отдельный фундамент привязывать ли ее к дому или оставлять свободно отдельно стоящий ну это по этому поводу тоже хотелось бы услышать от кого-то подсказок у самих пока идей однозначных нет все варианты кажутся с одной стороны хорошими с другой стороны с недостатками теперь перейдем в сад в прошлом выпуске вы видели как мы спилили ненужные яблони провели черновую обрезку оставшихся яблонь вот на этом месте кстати говоря будет баня наверное сейчас видно в кадре заодно мы заготовили дров забили весь сарай в будущем когда бы они будут готовы эти дрова нам пригодятся наконец-то сможем попариться ну а сейчас продолжим подготовительные работы в саду и для начала спилим дерево и вы которые у нас здесь на участке есть большое и а вам предлагаю насладиться зрелищем этих работ все до свидания до встречи а Субтитры сделал DimaTorzok